Буквально считанные минуты остаются до торжественного официального старта движения по модернизированному объезду Геленджика. Водители больших грузов с нетерпением ждут своего часа. Камиль Туркманидзе выполняет ответственную миссию. Мужчина возглавляет ту самую колонну, которая после заветного слова «разрешаю» поедет по новой комфортной дороге. Для меня честь, конечно, проехать первую колонну. Хорошая дорога, да, теперь могут туристы ездить без пробок, без задержек, широкая, гладкая, мне нравится. За три года непрерывных работ на 9 километрах трассы М4 Дон уложили больше 200 тонн асфальтобетонного покрытия. Возвели комплекс развязок, 6 надземных и 3 подземных пешеходных переходов. Все это позволит уменьшить количество пробок в сторону Черноморского побережья. Для того, чтобы не создавать транспортный коллапс в Геленджике в самый разгар курортного сезона, движение во время реконструкции по трассе М4 Дон не прерывалось ни на минуту. Работы велись поэтапно, потому что основная проблема, что мы работали под движением. То есть мы движение не останавливали. Это была двухполосная дорога и, соответственно, всегда были пробки, потому что интенсивность движения в летний курортный сезон достигает до 80 тысяч автомобилей в сутки. В настоящее время мы увеличили количество полос с 4 до 8, и, соответственно, теперь пропускная способность увеличилась в автомобиле как раз более 80 тысяч автомобилей в сутки. По видеосвязи с Москвой регионы, в которых торжественно открывают новые дороги и мосты, Ленинградская, Свердловская области, Дагестан, ДНР и, конечно же, Краснодарский край. Все тщательно готовятся из разных точек страны. Участие принимают заместитель председателя правительства Марат Хуснулин и главы регионов, в числе которых губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Владимир Путин отмечает высокие темпы развития дорожной инфраструктуры, выделяя, среди прочих, Черноморское побережье. За этот курортный сезон один только Геленджик принял 3 миллиона 800 тысяч туристов. Для того, чтобы жители и гости города-курорта чувствовали себя комфортно, важно продолжать ремонтировать и строить новые дороги. Дорожное хозяйство – одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог. Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров дорог. А уже в конце следующего года отрасль должна выйти на новый важный рубеж, привести в нормативное состояние 85% магистралей в крупнейших агломерациях страны. Сегодня мы вводим в эксплуатацию сразу несколько дорожных объектов. В районе города Геленджика построены новые развязки на трассе Дон. Это позволит разгрузить город, ускорить движение на туристических маршрутах, а также улучшить экологическую обстановку. Такая динамика строительства дорог в стране объясняется четким взаимодействием между правительством и региональными командами, считает Марат Хуснулин. В этом году у нас точно совершенно будет отремонтировано более 180 миллионов квадратных метров дорог. Это просто гигантский объем, который мы никогда за всю историю нашей страны еще не делали. У нас с каждым регионом подписано соглашение Росавтодора с каждым губернатором, какие дороги будут построены. Ни один регион план дорожного строительства за последние годы не сорвал. Все, что намечено, все выполнено. Свою благодарность президенту и вице-премьеру выражает Вениамин Кондразев. Губернатор обращается к первым лицам государства. При федеральной поддержке запустили движение по дальнему западному обходу Краснодара. Это позволило разгрузить Крымую столицу от пробок, направляя потоки в следующую сторону Крыма вокруг города. Позвольте, пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, сказать вам слава и благодарности за личную поддержку развития транспортной сети. Конечно, правительство Марашизяночу без лишней скромности. Я хочу сказать, что транспортная сеть Краснодарского края развивается высокими темпами. Именно высокими темпами. Потому что буквально летом, уважаемый Владимир Владимирович, выдавали отмашку, скажу так, движению по дальнему западному обходу Краснодара. Это вот этим летом. И теперь транспорт, который идет по М4 Дон в сторону Краснодара по направлению в Крым, уже не заезжает в город, что важно для самого Краснодара, а, конечно, его объезжают. Это тоже очень дорогостоящий был объезд, но он сегодня работает. И сегодня, еще раз подчеркиваю, это важно для краевой столицы. Участок трассы М4 Дон в районе Геленджика реконструировали по самым современным стандартам. На месте старой двух появилась новая четырехполосная. Рабочие развязали потоки от Девноморского до Кабардинки. Движение в тестовом режиме запустили еще в мае этого года. И это уже дало свои результаты. Количество авто, въезжающих в сам город-курорт, значительно снизилось. А также транзитный грузовой транспорт смог пойти в обход Геленджика. Построен комплекс, именно комплекс транспортных развязок протяженностью 9 километров. И вот они в тестовом рабочем режиме с мая работают. И, конечно, эффект трудно переоценить. Вот эти вот многокилометровые пробки, доходящие до 10 километров лета прошлого года, и многочасовое ожидание, чтобы просто въехать в Геленджик, либо его проехать, в этом году, этим летом их просто не было. Вот просто не было, и поэтому, конечно, это не просто эффект. Еще раз подчеркиваю, это сегодня качество курорта. Это, кстати, еще безопасные съезды к селу Демноморская, к селу Габардинка. Ведь раньше просто ждали встречный поток, чтобы он остановился, и можно было съехать и к Габардинке, и к Демноморскому. А сейчас это современнейшие, еще раз подчеркиваю, транспортные развязки. И, конечно, еще раз хочу сказать, что для Геленджика транспорт, оставляющий, это важный залог в целом качества работы курорта. Уважаемый Владимир, я еще раз хочу вас поблагодарить лично за поддержку транспорта сети Края. Потому что сегодня мы говорим, что она и высокого качества, и, конечно, продолжает развиваться. Для нашего курорта в целом, ну и, конечно, для Геленджика, это важная составляющая дальнейшего развития. И вот он главный торжественный момент. Участнику трассы М4 Дон официально дают зеленый свет. После завершения официальной части Вениамин Кондратьев общается с главными героями события – дорожниками. Глава региона жмет руку каждому и благодарит за проделанную работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!